Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена работе с маркетплейсами. Это такое модное слово, которое обозначает всем знакомую привычную комиссионную торговлю. Но тем не менее, это сейчас получило большое развитие, поэтому мы поговорим с этим. Вы видите на экране наши контактные данные, адрес электронной почты, телефоны, наши телеграм-каналы и адрес сайта. Если вам по какой-то причине оказалось неудобно время проведения или вы не смогли досмотреть до конца, то в этом случае расстраиваться не стоит. Мы через некоторое время выкладываем записи наших вебинаров на сайте, вот наш адрес сайта. И приглашаем вас его посетить. Возможно, в этом найдете для себя еще какую-то полезную информацию, поскольку там достаточно много и вебинаров, и статей. Так что милости просим. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Галина Гардышева. Итак, программа нашей сегодняшней встречи. Во-первых, мы поговорим про то, как настроить блок, потому что работа с маркетплейсами требует дополнительной активации. Собственно, это очень несложно. Мы с вами попробуем это сделать совместно. Как будет проходить наш сегодняшний вебинар? Мы будем нормативную информацию смотреть по слайдам и будем одновременно переключаться на демонстрационную конфигурацию, на демоверсию. И, соответственно, будем здесь смотреть и ручками трогать то, о чем мы поговорили. И, собственно, пройдем на цепочку работы с маркетплейсами. Снова возвращаемся к нашим слайдам. Поговорим про особенности договоров, которые заключаются при работе с маркетплейсами. Какие основные операции будут происходить для того, чтобы оформить и передачу товара, и оформление услуг, которые вам оказывают маркетплейсы. Ну и поговорим немножко по отчетности. Ну, собственно говоря, рассмотрим более подробно весь этот блок. Начнем мы с вами с теоретической, так сказать, истории. То есть маркетплейс – это не интернет-магазин. Это отдельный ресурс, который предназначен для проведения сделок купли-продажи. Основной, ну, скажем так, момент, по которому заинтересовались заказчики работы с маркетплейсами – это то, что сейчас в период всяких санкций и ограничений работа с маркетплейсами решает логистические проблемы. То есть доставку, прохождение, таможни. Ну, то есть фактически экономит время предприятию на и время, и деньги, естественно, на содержании склада, на учете товаров, на логистических, то есть транспортных услугах. А поскольку сейчас очень большое развитие получил электронный документооборот и конкретно электронный документооборот по грузоперевозкам, то это стало удобно и компактно. Сейчас во всех конфигурациях, то есть и в бухгалтерии, и в ERP реализованы как отдельные блоки работы с маркетплейсами. И, соответственно, документы, которые там необходимо оформить в разных конфигурациях, немного по-разному скомпонованы. Например, в бухгалтерии вынесен в отдельный раздел маркетплейсы и комиссионеры. В ERP, собственно говоря, тоже. А мы с вами сегодня посмотрим, как это реализовано в торговле, в УТ-11. Существует на данный момент несколько разработок, которые позволяют синхронизировать, загружать, выгружать информацию из маркетплейса. Вы видите вот ссылочку на одно из таких программных обеспечений. Но, допустим, в бухгалтерии, в бухгалтерии это как отдельное рабочее место, реализовано в ОЗОН с ОЗОНом и с 1С заключенного договора о том, что эта разработка будет включена. Ну, а мы с вами посмотрим, как жить в других конфигурациях. Здесь нужно немножко добавить, что маркетплейсы предлагают несколько моделей работ. То есть, когда маркетплейс используется только как витрина, в этом случае складская логистика при такой модели работы будет отражена так же, как и в старых конфигурациях. То есть, она остается за продавцом, а маркетплейс используется чисто как витрина. ФБС, то есть, это аббревиатура по первым буквам английского наименования. В этом случае у нас маркетплейс используется и как витрина, и берет на себя доставку товаров для продавцов. Это, собственно говоря, очень удобно, потому что в этом случае позволяет минимизировать затраты по складскому хранению, по сборке и по передаче собранных заказов. И ФБО, это в случае, когда все затраты, которые связаны с доставкой товаров покупателю, берет на себя оператор. Ну, чаще всего используют наименование маркетплейса, то есть, допустим, Вайлдберрис, Озон и так далее. И в этом случае, соответственно, по итогам какого-то периода, например, маркетплейс Вайлдберрис предоставляет отчеты комиссионеров еженедельно. И, соответственно, предоставляет отчеты комиссионера, то есть, закрывает неделю соответствующими документами. И если эти документы вводятся, то есть, если вы используете обмен с маркетплейсами, то, собственно, работа получается очень комфортной, потому что необходимо только загрузить в программу отчет комиссионера и, соответственно, на каких условиях вы заключили договор, начислить комиссионное вознаграждение и дополнительные услуги, которые вам оказал конкретный оператор. И здесь у нас, получается, большое внимание уделяется именно договорам с маркетплейсами, то есть договор с комиссионером. Ну, вот вы видите расшифровку этих херменов, про которые мы только что поговорили, и видите, что, допустим, кто должен делать при разных условиях доставки. На самом деле в жизни случаются и более комбинированные случаи, но мы не будем углубляться, мы сильно в подробности не будем вдаваться, а, скажем так, ну, в общем рассмотрим эту ситуацию. То есть, если продавец на маркетплейсе, имеется роль продавца на маркетплейсе, то вы видите на вот этой табличке, кто что делает и какие документы оформляет. В принципе, здесь ничего нового не изобретено. Так как у нас происходило и оформлялась комиссионная торговля и пять лет назад, и немножко более продолжительный период, вы видите всю цепочку, которая должна быть оформлена. То есть доставить товар на склад, перечислить оплату и так далее. В этом новшеств нет. Новшество заключается в том, что, например, если мы работаем с маркетплейсом Валдберрис, то в этом случае он вам представит и документы повеленного, то есть при оформлении таможенных процедур, ну, соответственно, доставки и так далее. То есть сама по себе комиссионная торговля практически знакома всем, кто имеет дело с коммерцией. И в этом случае заключается соответствующий договор. То есть, в принципе, цепочка действий начинается на том, что вы заключаете договор с маркетплейсом. Сначала мы с вами рассматриваем, так сказать, юридическое обоснование этого процесса, потом посмотрим это на практике, что нам нужно сделать в программе. То есть, если брать классическое определение, что такое договор комиссии или маркетплейсы, как сейчас называются, то это одна сторона должна по поручению другой стороны заключить сделки от своего имени за счет комитента и получить за это вознаграждение. То есть, на самом деле, большинство маркетплейсов работает с конечными покупателями, то есть с физическими лицами. Или с какими-то конкретными магазинами, если, допустим, у маркетплейса заключен договор с какими-нибудь такими организациями. То есть, маркетплейс – это ситуация, когда маркетплейс выступает для нас и агентом, и оказывает какие-то дополнительные услуги. Ну, чаще всего используется именно такая схема. И как нам туда попасть, что надо сделать после того, как физически, например, уже произошло подписание договоров, и нам надо отразить это в конфигурации. Ну, в первую очередь, мы должны активировать возможности работы с комиссионной торговлей. Для этого у нас с вами необходимо задействовать блок инсы и администрирования, то есть нормативно-справочная информация и администрирование. И будет нас интересовать, естественно, блок продажи. То есть, сейчас мы с вами переключимся на демо-версию и посмотрим, как это выглядит в натуре. То есть, мы с вами используем раздел инсы и администрирование и переходим в раздел продажи. То есть, как вы видите, у нас строение маркетплейса, маркетплейса, извините, строение, еще раз вернусь на слайдик назад, строение раздела у нас выглядит вот таким образом. То есть, идет сначала начальное заполнение и задание, ну, естественно, организации, складской структуры магазинов, то есть, организационная структура предприятия. И затем уже даются настройки по работе, по сопровождению программы и настройка конкретных разделов уже, можно так сказать, более тонкая, более подробная. В разделе продажи, мы с вами его сейчас открыли, у нас есть раздел оптовые продажи, ну, то есть, видите, это свернутые меню разделов. Мы с вами заходим в оптовые продажи и, соответственно, проверяем, какие настройки у вас применяются. Проверяем на всякий случай, чтобы не пропустить ничего важного. Здесь нужно иметь в виду вот что, что мы можем здесь же настраивать возможность работы со счетами и с заявками. Соответственно, в зависимости от того, как у вас работает торговля, можно сразу проставить отмяточку, что, например, если вы используете заказы, то как они должны учитываться. И после того, как мы спускаемся немножко ниже, мы с вами видим блок комиссионной продажи. То есть, нам нужно поставить отметочку, вот такую зеленую галочку, которая называется чекбокс. То есть, мы проставляем чекбокс на комиссионной торговле. В этом случае у нас в остальных разделах появляются дополнительные пункты меню, которые можно использовать для работы с этим блоком. И обратите внимание, что еще стоит чекбокс отгрузка без перехода права собственности. Почему я делаю на этом акцент? Потому что в бухгалтерии, допустим, работа с маркетплейсами происходит через 45-й счет, то есть отгрузка без перехода права собственности и, соответственно, так далее. Теперь снова вернемся к нашим слайдикам. Это мы с вами посмотрели вот этот слайд, посмотрели, как сюда перейти и что нам нужно здесь отметить. Теперь следующий момент это... Вот вы видите то же самое. Здесь, правда, убраны другие пункты, чтобы было лучше видно. То есть вот комиссионные продажи, мы с вами проставили чекбокс. Теперь мы можем смело переходить к следующим шагам. Теперь нам надо создать партнера, то есть создать сам маркетплейс. Ну и, естественно, запомните с ним договор. Сделать это можно из двух пунктов, то есть можно тоже самое использовать раздел НСИ и администрирование. И можно использовать раздел главное. Снова вернемся к нашим демонстрационным примерчикам. То есть вот у нас раздел НСИ и администрирование. И вот у нас есть раздел партнеры. И, соответственно, мы, если переходим в этот раздел, то мы создаем нового партнера и, соответственно, заполняем всю информацию, которая у нас содержится в договоре. И настраиваем, ну, я возьму, например, просто первое попавшееся. То есть мы запускаем карточку партнеров. Хочу напомнить, что партнеры и контрагенты – это разные справочники. То есть партнером может быть, допустим, группа компаний. В этом случае немножко по-другому будет заполняться сама карточка. Ну, вот мы выбрали с вами какую-то позицию и заполняем сведения по этому контрагенту. Вот здесь сразу нужно уделить большее внимание тому, что когда мы заполняем сведения, у нас есть сведения, которые, кажется, на первый взгляд не очень важными, но желательно при заполнении не пропускать, не оставлять вот таких вот пустых полей. То есть если у нас группа компаний, то мы указываем, как называется именно контрагент. Ну, например, торговый дом там, дорогая кобыта, и уже этот торговый дом будет включать в себя несколько юридических лиц. Тогда мы, естественно, здесь выберем наименование нашего холдинга, если можно так сказать. И здесь не будет указано юридическое лицо, потому что оно у нас состоит из нескольких юридических лиц. На что надо обратить внимание, что справочник контрагентов у нас один. То есть партнеры, справочник партнеров, справочник контрагентов у нас должен включать отметку, какую роль будет выполнять наше юридическое лицо или наш партнер. То есть при работе с маркетплейсами, то есть с комиссионной торговлей, у нас партнер или контрагент будет, соответственно, выступать и как клиент, и как поставщик, и, возможно, будут какие-то еще взаимоотношения другие. В этом случае нужно будет проставить еще вот в этом окошечке чекбокс. Почему важно заполнять все, без пропусков, все информационные поля? Потому что потом вот эти сведения у нас будут подтягиваться в документы, ну, например, в ОПД или какие-то дополнительные. В зависимости от модели, которую вы выберете, возможно, вам придется еще заключать договор с транспортными организациями, если, например, у вас не будут совпадать адреса юридические и адрес доставки. Ну, то есть вот эти все поля обязательно стоит заполнить, потому что вы сэкономите себе время в последующем на ручном вводе. То есть не нужно будет в ручном редактировании заполнять дополнительные эти поля. Эта информация подтянется в документы в нужные места. А прочая информация – это, собственно, информация, которую вы указываете для себя. Ну, например, там, день рождения директора, его супруги, там, имя любимой собачки и так далее. После того, как вы заполнили основную регистрационную информацию, не забудьте пройтись по верхней панели гиперссылок. То есть вы видите, здесь достаточно много дополнительной информации. и информация про имеющиеся договоры, потому что, возможно, это не новое юрлицо, возможно, вы с ним уже работали, у вас есть какие-то другие договора по другим взаимоотношениям. То есть, соответственно, в этом случае здесь нужно посмотреть, какую информацию либо добавить, либо добавить юридические лица, которые с этим партнером имеют отношение и так далее. Когда мы с вами, вот, например, находимся в журнале партнеры, мы видим с вами, что у нас вот есть такая информация. Если вы что-то неправильно ввели, то возникнет вот такая пиктограмма, восклицательный знак треугольнички. В нашем случае она возникает, потому что у нас, в общем-то, не реальные юрлица или партнеры, а придуманные. Поэтому регистрационные данные при проверках контрагента, естественно, будут выдавать ошибки. Возвращаемся снова к нашим слайдам. И вот мы с вами посмотрели то, что если мы заходим через раздел НСИ и выбираем в меню пункт партнеры, ту же самую картинку мы с вами получаем, если мы заходим через раздел Главное. Раздел Главное, как вы видите, и вот у нас здесь точно такой же список партнеров. Это не разные списки, это один и тот же список. То есть, видите, в итоге мы попадаем в один и тот же справочник, который, в общем-то, вот в данный момент нас и интересует. Возвращаемся к слайдам и берем следующий. Здесь очень важно, как я уже говорила, уделить внимание договору. То есть, у нас для работы с маркетплейсами очень интересная ситуация, поскольку маркетплейсы в нашем случае, ну, мы берем полный цикл, когда они, например, отвечают и за лдогистику, и за доставку. То есть, в этом случае у нас получается, что маркетплейс выполняет роль и не комиссионера, и не агента. То есть, в качестве агента маркетплейс у нас будет выступать только тогда, когда он получает уже деньги от конечного покупателя и перечисляет их в магазину. Или, естественно, если есть какой-то возврат, или, ну, неважно по каким причинам, есть возврат товаров, то, соответственно, в этом случае он у нас тоже будет выполнять такую роль. Как вы видите, вот назначения договоров у нас будут разные. То есть, договор будет с покупателем, когда физическое лицо что-то купило и перечислило деньги на ваш маркетплейс. То есть, в этом случае, как вы видите, вид договора, который мы должны будем создать, вот здесь отражен, будет с покупателем. Если маркетплейс выполняет услуги по продвижению, то, соответственно, ну, это пример названия, то есть можно назвать, например, договор на продвижение. Еще один момент при работе с договорами. При создании договора автоматически устанавливается как бы основной договор, название основной договор. То есть лучше всего указывать реальные параметры договора, то есть его номер, дату. И название договора можно конкретизировать уже для себя, чтобы потом не путаться и не возникало пересорта, если можно так сказать, чтобы оплата не зачислялась на другой договор. То есть договор на продвижение, вот назвать именно так конкретно. А если мы заключаем с вами договор уже на те услуги, которые будет нам оказывать конкретно маркетплейс, например, логистика, доставка, таможенная чистка, то, соответственно, в этом случае это уже будет договор с поставщиком. И вот здесь обратите внимание, что маркетплейс переводит нам деньги, то есть выручку, уже с учетом своего вознаграждения и с учетом тех услуг, которые он нам оказал. То есть вот здесь вот нужно очень внимательно смотреть, потому что часто возникают вопросы и путаница. А как же нам отразить, если, например, в отчете комиссионера указано, что там услуги по продвижению, реализация товаров, так, столько-то и так далее. То есть вот здесь, ну, чаще всего эту функцию выполняют либо юридический отдел, либо, если небольшая компания, то он может такую функцию выполнять и торговый директор, и коммерческий директор, и главный бухгалтер. Ну, то есть исполнителей достаточно много, но нужно, чтобы вот именно вопросы договоров человек, который назначен ответственным, уделял большое внимание, потому что от этого потом зависит правильность отражения и начисления налогов бухгалтерии. Еще одна тонкость, чтобы не путаться самим, не путать материально ответственных лиц и так далее, то лучше всего сделать для маркетплейса отдельный склад. Назвать его можно, соответственно, склад-маркет, или как вам будет более понятно, но желательно об особе, так сказать, товары, которые переданы на реализацию. И, собственно говоря, вот проводки я написала, но это больше для бухгалтеров, потому что при работе с торговлей проводки ни материально ответственных лиц, ни, допустим, коммерсантов не очень интересуют. В бухгалтерии это отражается документом перемещения товаров, и, собственно, этот документ тоже достаточно давно разработанный, штатный. Единственное, какие, если в него вносились изменения, то это уже конкретно то, что делалось под ваше предприятие. Если при передаче обнаруживаются какие-то расхождения, то оформляется такая ситуация актом о расхождениях. Вот мы с вами при заведении партнера должны увидеть вот такую картинку. Возвращаемся на наши демо-примеры. Это я сейчас закрою. Так, это нам уже тоже не нужно, мы это уже с вами посмотрели. И выбираем продажи, выбираем... Вот здесь обратите внимание, то есть у нас, в принципе, поскольку мы говорим про продажи, то все документы сосредоточены в разделе продажи. Но у нас повторяются справочники, то есть справочники клиенты, справочники партнеры у нас есть, соответственно, и в режиме продажи, и в режиме закупки. То есть это общие документы, которые вынесены в эти разделы для того, чтобы было удобно, чтобы вы не вспоминали, а где же у вас находится справочник, например, клиенты. Попасть в него можно, ну, как минимум, тремя способами. Ну, самый быстрый, вот в разделе продажи, вот, допустим, клиенты. В раздел клиенты у нас попадут все наши контрагенты, в которых отмечено, что у нас эта организация, это юридическое лицо или партнер является нашим клиентом, то есть проставлен чекбокс. В этом случае при работе с блоком продажи у нас будут отражаться клиенты. И чтобы посмотреть все документы, которые нам доступны, нас будет интересовать вот этот раздел документы продажи все. То есть жирным шрифтом у нас выделены в основном рабочие места. Документы продажи все у нас, вот у меня сейчас то, что вы видите на экране, отражает работу с возвратом товаров от клиента. Как вы видите, то есть сейчас я снова пройду по этому пути. У нас здесь есть все клиенты, все операции, ну, то есть все документы, которые у нас есть по разделу продажи. У меня сейчас стоит фильтр, то есть видите, я фильтровала по документам передачи на комиссию. Если я сотру, вот так сотру этот фильтр, то соответственно у меня отразятся все товары, которые, все документы, которые касаются продажи. Если я хочу отфильтровать, пишу здесь, что мне требуется, и у меня будет фильтр по этому конкретному, ну, либо поставщику, либо по конкретной операции. Еще один момент, то есть у нас вот есть верхняя панель этой таблицы, и я могу сделать фильтр по конкретному, по конкретным, либо документам, то есть в этом случае мне надо поставить курсор на тот документ, который я хочу отфильтровать, ну, вот, например, реализация товаров и услуг. И в этом случае у меня отфильтруется. Ну, видите, у меня программа сейчас, ругается, потому что у меня есть другие ограничения по видимости. Ну, во-первых, по дате, это самый простой подбор, я могу отобрать по датам, либо по нарастанию, либо по убыванию. То есть вот, видите, у меня меняется в этом случае внешний вид моей таблички. Соответственно, по валюте, по сумме, по номеру. В этом случае я фильтрую так, как мне удобно. Ну, я верну тот фильтр, который у меня был, вот, потому что нам будет удобнее так смотреть в дальнейшем. И в блоке продажи. Если мы, допустим, при первоначальных настройках, когда мы смотрели активацию функциональных опций, поставили, что мы будем работать с заказами клиента, то, соответственно, у меня будет еще журнал заказа. Если мне необходимо создать документ первоначальный, то я через общий журнал документов, соответственно, по кнопочке создать, я могу выбрать нужный мне документ. Обратите внимание, что здесь мы сейчас с вами видим сгруппированный как бы журнал документов и работа, например, по реализации. Видите, мне доступна передача на комиссию, реализация товаров в пути и вот таким образом реализация услуг и прочих активов. То есть в этом случае используется этот документ реализации, когда мне необходимо отразить реализацию именно услуг. Если мне необходимо отразить реализацию, если мне необходимо провести контроль остатков, то, соответственно, я буду использовать акт расхождения или акты, которые подходят к моей ситуации. Если мне необходимо отразить возврат, то я буду использовать вот эти возможности. Снова вернемся к нашим слайдикам. Итак, мы с вами посмотрели, что все, мы молодцы, мы вот эти чекбоксы проставили, все сведения полностью, которые у нас есть, записали, и у нас все в порядке. Собственно говоря, по самой торговой площадке для нас после того, как мы создали, например, контрагента, называем, название контрагенту даем по названию торговой площадки, например, Рвалберис или Озон, в зависимости от того, с кем мы работаем. после того, как мы создали эту площадку, мы должны, то есть этого контрагента, мы должны составить с ним договор. Вот здесь обратите внимание, значит, у нас при работе с договорами есть возможность работать с договором и с типовым соглашением и с индивидуальным соглашением. Значит, в случае, если у нас идет разговор про комиссионную торговлю, то когда мы заполняем вид договора, например, выбираем индивидуальное соглашение, ну, поскольку, собственно, у всех маркетов есть отличия в условиях, то есть отличия в ставках и так далее, то мы создаем индивидуальное соглашение, например, и у нас есть возможность использовать автоматический расчет. То есть, если у нас, например, мы используем его как работа с маркетплейсом, как с витриной, то можно проставить вот такой флажок, удержать вознаграждение, и в этом случае программа будет сама рассчитывать процент процент комиссионного вознаграждения, и мы его будем видеть в отчете комиссионера, мы сможем сравнить с тем, что рассчитала программа, с тем, что дает нам отчет, который мы получаем от этих маркетплейсов. Но здесь стоит учитывать вот что, что не всегда можно проставить вот такую галочку, потому что в этом случае у нас могут оказывать влияние на процент, который мы должны будем заплатить, и скидки, и какие-то промо-акции, которые проводит маркетплейс и так далее. То есть могут быть ситуации, когда вот эта галочка нам просто будет бесполезна, потому что рассчитанный процент, то есть алгоритм расчета процента будет отличаться от простого вычисления, например, 5 процентов. Тем не менее, значит, индивидуальное соглашение мы с вами заполняем, и при этом нам нужно иметь в виду, что у нас должно быть два договора. Поскольку у нас с вами первый договор это именно на продажу наших товаров соглашения, то есть соответственно будет комиссионное находиться в пункте соглашения с клиентом, а когда Marketplace оказывает нам дополнительные услуги, то есть логистика, таможенная, например, очистка, то в этом случае это второе будет уже соглашение и соответственно оно уже будет как соглашение с поставщиком. в этом случае это уже второй договор и для работы конкретной нужно будет смотреть и делать отдельные документы на комиссионное вознаграждение и на оплату услуг, которые от своего имени оказал на Marketplace. для того, чтобы ввести в программу эти услуги у нас с вами опять уже известная нам дорожка, то есть мы выбираем меню продажи и опять же идем выбираем общий журнал документов, то есть документы все и мы с вами уже смотрели это ручками пробовали через кнопочку создать мы выбираем нужный нам документ при этом обратите внимание вот на эти ссылки которые даны под таблицей сейчас мы переключимся снова и так вот мы с вами в том же месте то есть мы с вами прошли документы продажи все и общий журнал документов и здесь у нас есть ссылки по которым мы можем пройти к тем документам которые взаимосвязаны например с текущим вопросом и обратите внимание вот на такую подсказочку то есть у нас есть еще одна бизнес еще одна торговая площадка 1С бизнес сеть и узнать поподробнее про то какие услуги она предлагает и для чего она используется мы можем вот по такой ссылочке подробно сейчас я закрою вот этот чтобы он мне не мешался и когда я перехожу по такой ссылке ну собственно говоря если у вас есть доступ в интернет мы попадаем вот в такое меню то есть мы переходим на страницу 1С маркет и соответственно можно да верно у меня программа верно определила мое местонахождение и здесь есть достаточно интересные и видеокурсы ну то есть можно посмотреть по условиям работы оплаты ну то есть более подробно посмотреть именно про этот маркетплейс ну аналогичные ситуации мы можем с вами и по поводу работы с озоном посмотреть ну то есть это удобная подсказка я ее сейчас закрыла и возвращаюсь снова к нашей демо демо базе то есть соответственно меню продажи документы все то есть общий журнал и мы можем кроме того что поработать с конкретным документом мы можем получить еще дополнительные подсказочки дополнительные подсказочки на самом деле у нас есть несколько вот мы с вами сейчас перейдем в нужный журнал вот документ продажи документы продажи раздел продажи и значит соответственно у нас есть во-первых возможность по вот этим гиперссылкам переходить а во-вторых есть еще кнопочка еще и здесь для нас доступно доступен раздел справка есть еще ситуация когда например при заполнении справочников например карточки контрагентов или номенклатурной карточки то есть кроме такой справки мы можем воспользоваться еще контекстной справкой которая касается конкретного документа или как вот в этом случае рабочего места и соответственно сейчас мы возьмем например возьмем например возьмем например ну пусть будет вот у нас реализация то есть какой-то готовый документ реализации и здесь как видите кроме таких гиперссылок у нас есть еще возможность через кнопочку еще сейчас момент и еще значит когда мы открываем вот через верхнюю кнопку еще у нас появляется справка относительно раздела то есть раздел в котором мы сейчас находимся это вот реализация товаров и услуг поскольку у фирмы 1С очень хорошо проработанная методическая поддержка то вот этим вот вот этим вот способом работы со справкой можно очень с удовольствием пользоваться потому что это уже подобранная информация хорошо проработанная но бывают ситуации когда например у нас возникает дополнительно дополнительно сведения которые нам нужны ну можем допустим вот так попасть здесь должно быть то есть когда мы можем перейти вот по таким вот гиперссылкам в более конкретную информацию посмотреть если в конце строки указан восклицательный знак выделенный синим текстом то соответственно это значит что у нас есть контекстная справка которая касается именно заполнения вот этой строки или заполнения конкретной информации которую вы видите перед собой на экране и есть еще если у меня большой список здесь то есть в этой панели то что не появилось не поместилось в эту панель мы можем по кнопочке еще вызвать и как вы видите здесь на самом деле достаточно много еще информации и обратить внимание следует на соглашение поскольку мы с вами разговаривали про соглашение с маркетплейсами то соответственно здесь будет еще и возможность чего-то каких-то добавлений каких-то уточнений снова вернемся к нашим слайдикам так и у нас собственно говоря есть еще одна тонкость когда мы с вами создаем документ реализации на товары которые мы передали на комиссию то в этом случае бывает ситуация когда мы работаем например с НДС цена включает НДС но появляется вот такое предупреждение счет фактуры или пробитие чека не требуется почему не требуется потому что мы на данный момент поскольку это у нас еще отгрузка без права перехода собственности то в этом случае у нас товар еще не считается реализованным то есть факта реализации еще не отражено и соответственно поэтому счет фактура не требуется на это вот тоже нужно обратить внимание и еще один момент это как нам работать с документом отчет комиссионера то есть на самом деле при работе с маркетплейсами ну и с комиссионными товарами с комиссионными продажами для нас за момент перехода права собственности является получение отчета комиссионера вот с того момента как мы его получили и ввели в продаж ввели в конфигурацию у нас товар считается реализованным право собственности на него перешло уже к покупателю соответственно напомню что маркетплейс это в основном работа с физическими лицами то есть покупатели через интернет это чаще всего физические лица вернемся к нашей демке и соответственно опять же меню продажи раздел продажи и вот у нас как вы видите здесь по комиссионной торговле есть блок то есть сам основной документ отчета комиссионеров и счета фактуры выданные комиссионерам нас интересует в первую очередь отчет ну вот возьмем допустим первый попавшийся то есть соответственно ну допустим тот же Валкберес присылает документы и в печатном виде то есть в виде экселевских таблиц и в виде файла как мы говорили с вами с самого начала то есть обмен с маркетплейсами для загрузки их отчетов например тоже автоматизирован то есть эти отчеты можно загружать в электронном формате можно использовать 1С до дополнительного программу ну и собственно говоря как выглядит отчет комиссионера то есть шапка в обычном порядке заполняется у меня вот как вы видите указано по результатам инвентаризации что у меня в моем случае я оформляю реализацию вот конкретно с этим контрагентом по результатам инвентаризации допустим другие маркетплейсы будут выдавать не по результатам инвентаризации а по ну по отчету конкретно то есть на закладочке товара у меня отразятся все проданные товары комиссионное вознаграждение и у меня стоял чекбокс как вы помните что 5% то есть вот они мои 5% соответственно здесь мы выбираем что это такое было то есть в нашем случае комиссионное вознаграждение но номенклатуру мы можем задать любую то есть соответственно это могут быть и таможенные сборы и расходы на хранение допустим ну то есть выбираем то что нам требуется и дальше закладочка дополнительно собственно отражает все более подробные сведения ну вот сложу видите цена включает МДС и собственно говоря для нас здесь важно это группа финучета то есть группа финучета это для бухгалтерии уже конкретно то есть это конкретно проводки которые будут отражать эту операцию и соответственно если вы работаете например только в управлении торговли то соответственно у вас есть какая-то учетная программа в которой ведется налоговый учет бухгалтерский учет и в этом случае у нас происходит выгрузка сведений из нашего управления торговли в какую-то вашу учетную программу то есть самый простой наверное вариант это бухгалтерия более сложный это например та же ERP и для того чтобы в этих конфигурациях формировались проводки мы должны создать группу финучета сделаем сделаем вот так чтобы посмотреть ну естественно то что мы сейчас видим иерархия это уже конкретно которая на вашем предприятии применяется и запомнить ее естественно надо до того как вы начали работать с документами то есть чтобы уже все ссылки были правильно сформированы направление деятельности тоже доступно для заполнения особенно если вы учет ведете по направлениям деятельности если например у вас предприятие используют какие-то льготы например резиденты ОС и так далее и вот как вы видите вот эти вот руководители главный бухгалтер как раз вот эти вот сведения будут отражаться из карточки вашего контрагента вашей организации если вы их своевременно не запомнили то потом придется уже ручками каждый раз при формировании писать так значит у нас отчет комиссионера я напомню отражает проданные товары отражает чаще всего затраты комиссионера затраты вашего маркетплейса на какие-то услуги то есть продвижение там и так далее и услуги которые он оплатил от своего имени по вашему поручению ну то есть допустим транспортную доставку осуществил какие-то складские работы погрузоразгрузочные и так далее так значит еще один момент который следует учитывать при работе с комиссионными с комиссионной торговлей и с маркетплейсами как вы видите у нас есть здесь тоже дополнительный раздел сервис и дополнительный раздел этот у нас используется для работы с маркированным товаром то есть с марками если у вас например ну какие-то товары из того чем вы занимаетесь попали под например маркировку или прослеживаемыми оказались то в этом случае вот эти сервисы помогают вам проводить обмен допустим с честным знаком то есть отчет комиссионера это фактически вывод марок из оборота то есть то что осуществляется обычно при продажах то есть либо розничных либо вот таким образом и еще один момент который хотелось осветить осветить то есть при получении отчета комиссионера вы провели документ отчет комиссионера и есть раздел расчеты с клиентами то есть сверки взаиморасчетом по взаиморасчетам то есть по хорошему такие операции следует производить после каждой оплаты ну то есть несмотря на то что отчеты комиссионера бывают достаточно часто используются как я уже говорила допустим в Альберис еженедельно присылает такой отчет то соответственно несмотря на то что их может быть много это все-таки необходимо делать как можно чаще потому что соответственно расхождения случаются расхождения могут быть из-за возвратов могут быть из-за того что встретился например какой-то заводской брак и клиент вернул товар может быть не не возврат товара какие-то обнаружения скрытых дефектов ну то есть разные ситуации бывают и обратите внимание еще на один момент то есть у нас практически и раздел продажи и раздел закупки состоит структура раздела у нас в каждом из этих разделах есть подраздел НСИ закупок например НСИ продаж ну то есть НСИ это у нас нормативно справочная информация то есть это уже более тонкие настройки именно с теми справочниками которые используются при работе с данным блоком и кроме того что мы работаем с вами с маркетплейсами например у нас есть еще и другие разделы которые также требуют активации и соответственно прежде чем начать работать с ними необходимо провести через раздел НСИ администрирования или например через раздел главный активацию этих функциональных опций поэтому если вы открыли какой-то раздел и знаете точно что документы должны быть а вы их здесь не видите то естественно нужно использовать возможность их дополнительной активации через раздел НСИ и администрирования в разделе НСИ и администрирования кроме того что есть настройка интеграции ну вот с такими допустим системами как документооборот бизнес сеть MAC 1С и так далее у нас есть целый блок сервис то есть что такое сервис ну во-первых в сервис включена возможность обратиться в техподдержку фирмы 1С то есть прямая связь это рабочее место а во-вторых есть персональные настройки то есть достаточно часто возникает вопрос а что такое персональные настройки персональные настройки касаются вашего именно вашего рабочего места и сюда входят вот такие моменты то есть сведения пользователей как настроить доступ к интернету то есть допустим вот есть некоторые функции когда вам необходимо попасть либо на сайт 1С либо на какие-то другие сайты то есть вы можете настроить доступ к интернету и задать некоторые функции которые ну например конкретно вам удобны чаще всего в обязательном порядке проставляют вот этот вот флажок то есть вот этот чекбокс то есть это значит что если я вдруг нечаянно промахнулась и хотела например вот это или вот это использовать а шлепнула на закрытие то мне программа дополнительное предупреждение выдаст а вы уверены что вы хотите выйти или это вы просто были не в себе соответственно кроме этого нам тоже интересны вот такие настройки то есть если мы выбираем какой-то файл ну например у нас карточки номенклатуры присоединены фотографии какие-то дополнительные технические сведения то когда я хочу открыть такой файлик если я выбираю вот здесь открывать файл или открывать карточку то открывать файл я открою например только фотографию а я хочу не только фотографию я хочу карточку с фотографией то соответственно у меня такая возможность выбора есть и вот вы видите сейчас флажки у меня проставлены это наиболее часто ну как бы выбираемая настройка которая вот позволяет вам более комфортно работать с файлом и настройка основного рабочего каталога то есть если я например работаю только с каталогом одежды то мне не очень нужно делать лишние два шага чтобы выбрать сначала номенклатуру потом группу номенклатуры уже только потом нужную мне позицию нужный мне элемент ну как вы видите вот то есть даются настройки для работы с файлами для печати и вот очень интересный момент агонайзер не забудьте про него пожалуйста то есть можно настраивать интервалы как вы видите здесь вот выбираются по конкретному времени если у вас используется работа с задачами и есть какой-то список задач на сегодня то это как будильник сработать 7 часов потом 7.05 потом 7.10 и так далее то есть через сколько раз включить через какой интервал включить напоминание чтобы вы не забыли выполнить нужную задачу и вот это это самая вредная настройка потому что работа в конфигурации управления торговлей с отключенными остатками это самое вредное что можно придумать потому что в этом случае у вас возникают красные остатки как так называемые когда у вас отрицательное количество и вот если вы проставили вот здесь отметку то есть отключить контроль остатков то во время вашей работы конкретно с вашего рабочего места вы можете отключить этот контроль и наваять много хорошего естественно это рекомендуется делать только либо для руководителей либо для специалистов которые точно понимают что они делают но не для операторов ну и вот это заполнение реквизитов по статистике то есть это значит что программа при создании например нового документа будет вам автоматом подставлять предлагать выбрать то что наиболее часто используется либо значит это будет контрагент либо номенклатура либо какие-то другие сведения то есть это дополнительный сервис нет мы не будем изменить этот сервис это дополнительный сервис который позволяет именно вам настроить ваше рабочее место ну собственно говоря остальные сервисы у нас с вами ни маркетплейса ни личных удобств не касаются поэтому на этом мы с вами заканчиваем нашу встречу снова возвращаемся к нашим слайдикам и я снова хочу вернуться в начало то есть к нашим титульным листам и напомнить вам наши контактные данные то есть нашу электронную почту наши телефонные контакты телеграм каналы и хочу поблагодарить вас во первых за время которое вы нам уделили за внимание так сказать нашей информацией и пригласить вас к дальнейшему сотрудничеству компания кодерлайн выполняет абсолютно весь спектр работ которые связаны с программным обеспечением семейства 1с то есть это и обычная продажа и настройка и внедрение и доработки так что мы будем рады оказаться вам полезными надеемся на дальнейшее сотрудничество и разрешите вас еще раз поблагодарить и пожелать вам хорошего дня всего доброго на этом мы прощаемся с вами до сих пор 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 Продолжение следует...